Пожалуйста, уважаемые слушатели. Я отошел от этого, поэтому лопнуло у меня терпение во время выборной кампании, когда я с колена обратился в прокуратуру и уважил их. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, вы сказали, что вы интернет практически не пользуетесь, не умеете, не владеете. Сейчас вы ссылаетесь на распечатку из интернета «Стайная жизнь» в Афисуале Иоанновича. Скажите, пожалуйста, это вам кто-то распечатал, что ли? Естественно. Скажите, пожалуйста, а вот почему именно эту заметку распечатали вам дали? Для чего? Что вам? Потому что здесь прямая клевета о том, что я каким-то являюсь доносчиком. Василий Иванович, я хожу специально на митинги и именно с тем, чтобы честно каких-то людей... Василий Иванович, так получается, что вам эту заметку что дали, сказали, что это про тебя или что? Да не, я узнал себя в этой заметке. Вы ее где взяли? Слушай, я же сказал, распечатали люди. Что? Ну, пожалуйста, Черепанова, другие... Хорошо, они распечатали. Они почему именно вам ее передали? Они что, решили что-то вас касается? Конечно. Они так решили? Ну, нет, они... И я сам, и я сам увидел именно, вот кроме как вымышленно... Ну, как здесь слово, не знаю, подобрать. Владимир Иванович. Никто в моем возрасте, активный общественник и так далее, не беспокойство не приносит, как оппонент власти, как я. Почему я с самого начала конкретно стал называть фамилии, заказчиков и кто исполнился? Василий Иванович, значит, вы об этой заметке, которая была размещена в интернете, узнали от других лиц. Не сами ее в интернете увидели? Нет, мне показали в интернете, а потом я попросил их встречать. Вам показали? Так. Показали почему? Решили, что к вам имеет отношение? Прямое. Люди решили, что это о вас? Понятно. Вы с этим согласились, что это о вас? Да это то же самое мне подтвердил и главный редактор. Владимир Иванович, пожалуйста, отвечайте на вопрос. Люди решили, что это о вас и вам показали, так? Естественно. И вы согласились, что действительно фактически речь о вас? Конечно. Так. Скажите, то есть... Только о высказанном виде. И высказанном виде. Почему? Я вас могу. Почему узнаваемый вы имя, общественник, возраст, общественник, так? Причтитель. По которому я не знала, я все равно... Василий Иванович, она не отказывается. Она, Евгения Сергеевна Савельева, естественно, по настоящему делу участник процесса. Она, Евгения Сергеевна, не отказывается. Только что еще требуется? Больше ничего не требуется. Спасибо, Иванович. Послушайте меня. Послушайте меня. Все, она не отказывается. Она. Здесь нет фамилии Машкетов. Вот здесь статьи фамилии Машкетов нет. Мы должны сейчас с вами объяснить суду, почему другие лица, которые вам показали эту заметку, и вы сделали вывод о том, что идет речь о вас. Имя, возраст, общественник. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, с какой целью эта заметка была размещена? С какой? С той целью, чтобы меня именно отлучить от общественной деятельности и именно чтобы я... Вы восприняли вот эту заметку как оскорбление в свой адрес распространения недостоверных следований. Что вы рассказываете? Оскорбление что вы рассказываете? То, что в интернет выходит, которым пользуются наши дети, вот с такими пасхалями и, по сути дела, интернет превратили некое, извините за выражение, в помойное ведро. Скажите, пожалуйста, вот это что-то. Я узнал, кто этим занимался. Да ты сдурел? Ты с этой сукой, извините, пожалуйста, не контакт, даст он у тебя, мразь он известная. Вы восприняли, что эта речь идет о вас, и вы восприняли это как оскорбление. Потому что кроме Василия Ивановича переначали в ассуаре Ивановича, в городе никого нет, кто бы активно занимался, планировал сегодня Сергей Герасович. Так, скажите мне, пожалуйста, скажите мне, пожалуйста, еще раз. Значит, Валькевич подтвердил, что Савельева по его просьбе оставляет в интернет комментарии. Через Киша Савельева именно исполняла заказы. Заказы какие? Заказы на порочище через интернет общественников или других лиц, неугодно будем сказать, которые оппонируют власти. То есть размещала в интернете комментарии? Конечно. Под помощными нитями. Под помощными нитями. Под помощными нитями. Заказы перестали, и вот сейчас в интернете нет уже таких публикаций. Вы утверждаете, что их нет? В таком случае у меня к вам вопрос. Вот от этой Маргариты Массолини или от этого, я не знаю, кто это, когда последний интернетарик поступал? Из чего вы делаете такой вывод, что она перестала писать, и значит, я не получаю заказы? Потому что сейчас в интернете заказов нет и нет. Вот это и вот сейчас в интернете... Вы на вопрос можете ответить? Как он струбулировал? Четко. У мамы, как она скоро? Я утверждаю, что вот эта дедушка, ну если я могу давать комментарии, конечно, она пишет там и сейчас, это на газете «Ваши новости». Я неоднократно ее вот этот ник-аккаунт встречала в комментариях к системе на интернет-газете «Ваши новости». Я к ней не малейшего отношения не имею. Я пишу только по своим. Савельева Евгения Сергеевна, Жене Нитриховым и Неваль. Это неправда. Вы часто под псевдонимом выходили в интернет-газете. Ладно, понятно. На каких у меня мероприятиях видели, с которых я могла именно разговаривать, говорить что-то? И что мои слова... Пожалуйста, на Чучево, когда мы проводили слушание по строительству моста. Я была на... Киш, Вы и Яковенко были на Чучево. И после этого, вот как только на Кваку, у меня не осталось, не задавался я этой целью, чтобы мне распечатали те Ваши Яковенко... То есть Вы утверждаете, что я была на сборе по Чучево для строительства моста? С того момента я именно стал следить за стилем Яковенко... Я поняла Вас. Ваша честь... Потом объяснение дадите? Он уже свидетельствует, меня не было там. Я отсутствовала там, никогда не... Я Вам уже объяснила свои объяснения, возражения по поводу показаний, которые Вы дадите потом. Хорошо. Вы оказываетесь другим в свободе творчества и самовыражения? Вы оказываетесь другим в праве на выдумку? То есть я могу написать, выдумать, да? Не про Вас, не про кого-то из таких источников, а абстрактно, да? А почему тогда... Потому что мы же общественники, и не только общественники, мы так и говорим за изучение. То есть на выдумку я могу, имею право. Дает комментарий. Хорошо, а почему Вы тогда решили, что вот эта вот статья, это не выдуманный персонаж из головы моей взятой, а вот Вы именно? Только по имени? Вы при допросе участковым и, соответственно, сотрудникам, вот передали бы там разговор, который был. Потому что сотрудники УВД и прокуратуры исследовали интернет, исследовали стиль людей, которые... Уважаемый суд, свидетель же ответил на эти вопросы. Имя, возраст, общественный деятель и то, что другие лица также восприняли, что это проводили Ивановича. Вам Антоний Антонович Киш говорил, что якобы я, он и Яковенко работают втроем по заказу Мальхевича. Он Вам вот это говорил? Часно это сказал. Он Вам это сказал? Это же? Лично. Это же, это же, это же. Не в интернете, а прямо вот в глазах. Я, лично. Ага. И неоднократно тоже. Неоднократно сказал, что мы работаем, конечно. Потому что мы сами участвуем, потому что иногда и пользуются публикацией общественности. Так. У меня вопрос следующий. Вы поведали о том, что Евгения Сергеевна, мой доверитель, а также Витовенко и Антоний Киш, они брали заказы областного ТВ для того, чтобы создать общественное мнение на блоге губернатора. Не на блоге губернатора, а в интернете. Хорошо, в интернете. В блоге губернатора я обращался. Спасибо, что вы поправили меня, но дайте мне задать вопрос. Хорошо. Вот. Хорошо, в интернете. В связи с этим у меня вопрос. Вы видели когда-то договора, акты выполненных работ, смертную документацию, техническое задание, платежные поручения по конкретному заказу Новгородского областного телевидения в отношении указанных лиц? Я ответ получил. Разрешите мне задать следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, назовите свое имя в отчество полностью. Я селивно. Хорошо. Вы сказали, что вы ассоциируете себя с героем вот статьи, там вот, там, не помню, как он зовется, как бы, ну, мне не интересно. Я сам не запомнил. Мне это абсолютно спасибо. Замечательно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы единственный человек в Российской Федерации, имеющий фамилии, имя, отчество, даже не фамилии, имя, отчество, а имя, отчество, Василий Иванович. Давайте не в Российской Федерации. Я задал вопрос. Уважаемый суд, я возражаю. Вашей честь, мое право задавать вопросы. Почему-то, извините. Почему вы задаете? Ну, это ответ, это риторический вопрос. Конечно, это единственный. Почему вы решили, что про вас? Прошу простить. Прошу простить, я задал вопрос, и я прошу дать на него ответ. Василий Иванович, а скажите, что отвечать ему на слово? Он и не может. Нет, он сказал, в Российской Федерации речь идет о Великом Новгороде, и события происходят в Великом Новгороде. Скажите, пожалуйста, я вот прочитал вот эту вот статью, но я нигде не увидел надпись Великий Новгород. Поэтому я и задал вопрос именно про Российскую Федерацию. События-то разворачиваются в Великом Новгороде и авторы в Великом Новгороде, а не впервые. Я не увидел, я не увидел. Это риторический вопрос. Извините, я не увидел в описании статьи, что это происходит именно в Великом Новгороде. Ознакомьтесь, пожалуйста. Я ознакомьтесь. Спокойно, спокойно, спокойно. Я прошу дать ответ на мой вопрос. Вот, уважаемые коллеги про общественное поводство, мы друг друга прекрасно знаем. Поэтому давайте задавайте вопросы о том, чтобы в интернете вот таких клянтых людей... Я задал вопрос, я прошу ответить на данный вопрос. Я ответил. События происходят в Великом Новгороде. Я начну. По тексту, вот по тексту, есть описание местоположения происходящих событий? Ну, естественно, там конкретно в электронном виде никто не делает. Потому что почему под твоей фамилией и не выходят эти люди интернет? Вопросы моего совершенно не поняли или не хотите понимать. Я вам говорю сейчас о содержании вот этого, в этой статье «Тайная жизнь» Васи Суалия Иоанновича. В тексте данной статьи идет описание местоположения происходящих событий. Включается ли название города при происходящих событиях? Уважаемые суда отвечают. Значит, в статье указывается событие, которое происходит не в каком-то, а в другом городе, а в Великом Новгороде. Если внимательно... С чего вы сделали, там, он вызывает. Указания на город содержатся, кстати? То есть там именно Великий Нотра не указывается. Только выпуск. Он должен быть, конечно. Но он не распечатывает, только сам. Поэтому, если посмотреть, что это... Все, вопрос не будет, дальше не надо. Это можно найти. Я поняла. Еще вопрос. Хорошо. Я вот ознакомился с текстом данной статьи. У меня возник вопрос. Там речь идет о каком-то мих-мифе. Вы упомянули, что речь идет о 2012 году, о собрании по поводу моста. И, в принципе, у меня возникает вопрос. Какое отношение вот этот вот мих-миф имеет отношение к сути-то по поводу? Я просто отвечаю. Просто вот тот материал, который у меня не сохранился по мосту, но если я заглянусь в историю интернета, то там все. У меня только вот то, что я принес, почему я так спирюще отвечал, потому что, ну, отдельные моменты. Меня возмутило не то, что меня оскорбляет. Меня возмутило, что интернет пользуются дети. И вот почему я к правоохранительному органу обратился, чтобы сделали анализ и выявили вот этих людей, которые превратили сегодня, извините за выражение, интернет помой на ведро. Да, всякие разные события. Есть еще вопросы? Есть. Вы упомянули, ну, также я ознакомился с отказом в возбуждении уголовного дела. Вы обращались в органы милиции. Это правильно, правильно? Да, в день вот выхода, когда уже не было терпения. А по факту откорбления вашего и вашей чести достоинства вы еще куда-то обращались? Прокуратуру, естественно, в отношении того, чтобы исследовали прокуратуру следственного управления, вот та грязь, которая на протяжении последних 12-11 года, именно на те или другие события... Это все? Все, спасибо. Вопросы больше нет. Меня зовут Анатолий Петровича. Пожалуйста, все-таки уточните, пожалуйста, Василия Ивановича. Я понимаю стремление ресторана вас запутать. Я не понимал ни вас, причем тут собрание промоз. И насколько я помню, вы не говорили, что статья про Ватисуалия Ивановича связана с собранием промоз. Там есть в этой статье про Ватисуалия Ивановича идет про митинг, организованный сторонниками попавших из Юганова. Там речь идет про митинг. Вы были на митинге? Там митинг один из моментов. Там идет конкретно о моей личности. Я понимаю. Там только в одном обзате о митинге, а второе, что как будто я прихожу на всякие собрания, и выступая, и так далее, тем, чтобы правоохранительным органам и с оскорблением выдать некую материалу. Вот в чем эта вера заключается. С оскорблением. Тайная жизнь Ватисуалия Ивановича. Я хочу задать вам вопрос. Вот первая строчка. Ватисуалий Иванович, крепкий еще старик, присутствовал на митинге с упоением служа распаленного страстью юнца. Так. Присутствовал на митинге. Значит, здесь и далее идет описание событий на митинге. Не на мои митинги. Только один из моментов. Все остальное имеется в виду обзор. Обзорное взятое. Да. Привязка к митингу. Все. Привязка именно начинается. Не на митинге, потому что это я позже. Дальше. Некого митинга. Все это к тому, чтобы использовать и говорить про это Ватисуалия Ивановича оскорбительные, не соответствующие действительные вещи. Действительные вещи. Оскорбительные то, что тут в адрес Ватисуалия Ивановича идет славацуга, брать, у тебя сдам. Суинить, пожалуйста. Это оскорбительные. Вот это я. Так. Скажите, пожалуйста, правды. Сообщение о том, что Ватисуалия Иванович ежедневно наведывается в угловой дом. Что такое угловой дом? Угловой дом с большой... Наверное, имелось в виду областное управление, полиция. Так. С непременной папочкой очевидно на доклад. И не было такого дня, что Ватисуалия Иванович в дом с петушком, который не сходил в фидантичный чертяков, черцы по нему сверять можно. Но это сверхоскорбление. Ватисуалия Иванович ежедневно. Прямо в угловой дом. Вы, скажите, пожалуйста, вы постоянно город уносите? Конечно. Ватисуалия Иванович ежедневно. Ватисуалия Иванович ежедневно. Ватисуалия Иванович ежедневно. Ватисуалия Иванович ежедневно. Вот это и разорвало некоторых любителей вот так вот сказать. То, что я напрямую никаких доносов, ничего, а на блок губернатора по тем или другим вопросам оппонировать. Вот, соответственно, надо было в этот ушах грязи вылезть, что я как будто доносчик, я хочу в правоохранительные органы и некие паскалицы заставляют. Это то, о чем я сам начал, уважаемые суды, говорить. Мое афонирование к губернатору, естественно, заказывались вот такими непорядочными людьми и размещалось место ответа соответственно в интернете. Уважаемые суды, у меня вопрос к исследованию. Подождите, у меня еще дополнительный вопрос к свидетелю, с предыдущим. Василий Иванович, скажите, пожалуйста, вам известно, что Российская Федерация помимо Молгорода в Кремле есть, в Рязани, в Смоленске, в Москве, например. Нет, я спросил Новгород. Конкретно там ряд уже привела из Бороярцева примеры, а не какой-то Рязань или еще в Москве Кремль и так далее. А почему нет? А потому что новгородские ведомности перепечатывают здесь, с другого региона и так далее. Новгородские ведомости мне интересно, потому что новгородские ведомости – это бюджетная газета, и она прежде всего. Все, Ваш ответ понятен, спасибо. Есть еще вопросы? Ну, все, я могу рассветнуть. У вас есть вопрос к свидетелю? Скажите, пожалуйста, а Вы прямо видели вам публикацию Новгородской ведомости от этой сети? Прямо самое главное, бумажное. Я рябко не рассказываю. Ну, там немножко не в таком виде, потому что там более отдельные моменты вытянули. Ведитель нам еще нужен или разрешается вопрос о возможности отспарить свидетеля дальнейшей участия в судебном заседании? Я, конечно, хочу выделить материалы. Вот, я, конечно, хотела спросить у Евгения Сергеевна. Вы знакомились? Вот, поскольку Вы размещали, не отрицаете, что Вы размещали этот материал «Тайная жизнь» в Ассесуале Ивановича, вот эта распечатка, она в том виде? Она? Я действительно писала такую статью. Смотрите, мы просим это приобщить, но... Я хотел бы, чтобы приобщили именно ответ УВД. Зайти его. Ну, ответ УВД, наверное, приобщить можно, но мы поскольку это официальная, ну, как бы, мама... Вот Вам конкретно, говорю вопросы, а там Вы опирались. Дайте оригинал, Вы должен заверить. Хочу приобщить, наверное, учить решение. Уважаемый, вы просим приобщить материалом дела, вот, копию вот этого постановления? Потому что лично в моем адресе обслуживания меня меньше волнует. Меня волнует просто интернет, используя грязно. Вот это Вы, что-то. То есть на что высылали, что мы волнулись на этом обсуждении последствия. Да, значит. Это вот распечатка маргаритового столения, внести, я зачитывала. Это моя жизнь по ситуации Иоанновича, и копия постановления, вы сказали, что не волнули, а приношу из-за 12-го года. Нет отражений? Значит, что касается копии постановления, я не возражаю. Кстати, у господина Машкетова я наблюдал оригинал. Оно по-сейне заверено. У меня возражений по этому поводу нет. Что касается распечаток опусов Маргариты Муссолини, если я не ошибаюсь, здесь я возражаю, поскольку, во-первых, не ясно, с какого ресурса это взято, нигде об этом не указывают. Тут нет даже эрекционного адреса, прошу просить. Соответственно, и оно не заверено надлежащим образом, поэтому я не считаю, что это допустимый документ. А далее, что касается статьи... Я это по поводу письменных заметок свидетеля. Никак доказать. А, все. Письменных заметок свидетеля. Все, 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 понял. Тогда у меня возражений нет. Паш, не возражений. Ты определил, что я общественным делом делал письменные заметки свидетеля, которые он использовал в передаче rocript заставку свидетеля о дальнейшей участии Судебного свидетеля. Ваше право присутствовать в свидетелей за право Б люди и за граждане. И возвращает свое заявление о продолжении lauraсти и нарушение до свидетелей. 14 метод. Не возражений. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...